Жители Новосибирска объединились, чтобы поддержать земляков на битве хоров. Тем более, что финал популярного телешоу пришелся как раз на День народного единства. Впрочем, еще накануне новосибирцы устроили акцию в поддержку любимых артистов. Фанаты из Екатеринбурга тоже не сидели сложа руки. Записали клип в поддержку любимой команды, который сразу же стал хитом интернета. В общем, соревновались не только участники телешоу, но и их болельщики. А в ночь финального голосования страсти буквально кипели. Может, именно дух соперничества согревал около полутысячи сибиряков, которые ночью на морозе собрались в Центральном парке. Все ради того, чтобы посмотреть на большом экране последний этап битвы. Люди разных возрастов, от студентов до пенсионеров, не выпускали из рук мобильники, голосуя за любимых героев. А кто-то уже заранее праздновал победу, согреваясь спиртным. Вот вы знаете, у нас есть девочка, она живет рядом с нами на улице. И она уехала, мы даже не знали, что она уехала на хор, на эту битву, не знали. Когда мы узнали, потом увидели, это было красиво и здорово. Девчонка очень хорошая, янка. Мне не надо деньги, мы тебе деньги дадим. Дадим деньги? И не надо ей давать ничего, она сама. Да, она сама дадим. Мы дадим мне деньги. Пожалуй, единственные, кто мог замерзнуть этой ночью в Центральном парке, это сотрудники полиции. Запрещено им по уставу танцевать. А вот смотреть битву разрешено, чем стражи порядка охотно и пользовались. Ну а лица гражданские, чтобы согреть замерзшие пальцы, устраивали им разминку. То и дело, строчили смски в поддержку земляков. Другие же неустанно выводили на снегу слово на букву «Х». Фортуна этим вечером все-таки была не на стороне сибиряков. Новосибирск проиграл Екатеринбургу больше 30 тысяч голосов. Но ничего, ко второму сезону город подготовится получше. Вот уже и первые претенденты на кастинг новой битвы есть. Нежность моя неразвеяна, на семи ветрах неразмеряна. Виктория Минаева, Вадим Алексеев, Комсомольская правда, Новосибирск.